Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 ноября, день Галактиона, назван в честь святых преподобномучеников Галактиона и жены его Епистимы. Когда крестили Галактиона, старец сказал, «Сей младенец жизнь небесную возлюбит более земной». Так и вышло в дальнейшем. Женившись, они сохранили свое девство, раздали свое имущество и отправились в монастыри. Там они проводили время в посте и молитве. Во время гонений на христиан Галактиона схватили, и Епистима пошла за ним следом. После мучений их казнили. Сегодня девушки выражили и гадали насуженного. Читали разнообразные молитвы и посещали храмы. В молитвах просили, чтобы жених был порядочным супругом и хорошим работником, а также разбрасывали во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом. Парни тоже проявляли активность и приглашали девчат на гуляни, которые частенько длились до самого утра. Сегодня заканчивали убирать редьку, и блюда из нее появлялись на крестьянском столе. Ели тертую редьку или просто резали ее тонкими ломтиками, а подавались солью и постным маслом. Иногда использовали квас и лук. Популярным блюдом считалась квашеная капуста с редькой. Применяли ее как лечебное средство зимой при лечении простудных заболеваний. В день Галактиона земля уже покрылась снегом, и можно было выезжать на санях. Приметы. Если сегодня обильный снег, это к снежной зиме. На ветвях ивы виден иней, зима будет длинной. Дует северный ветер, но небо ясное, это к похолоданию. Если сегодня нашли чужой веник во дворе, значит навели порчу. Не следует совершать крупную покупку сегодня, она не прослужит долго. Очень хорошо сегодня убираться в доме. Если сходить сегодня в баню, весь следующий год здоровым будешь. Замечательный коктейль. Можно на ужин, можно ужинать этим напитком, можно завтракать. Мне кажется, самое лучшее это на завтрак такой питательный, полезный завтрак. Можно в промежутках между пищами, когда нет по каким-то причинам возможности что-то приготовить, но ты можешь, это же очень быстро мешается. Буквально за несколько минут Геннадий Петрович все приготовил. Очень быстро и это очень из-за этого... Это не просто быстро, это и оперативно готовится, и вкусно. При нашем образе жизни, когда мы всегда спешим, это просто уникальный коктейль, который как раз спасает и здоровье наше. Да, так и есть, потому что полезность, она чувствуется. Ну, плюс мы видели, из чего это приготовлено, мы в принципе знаем, что это полезно. А кишечник как будет работать? Замечательно. И самое интересное, вот действительно сказал Михаил, подчеркнул. Можно съесть различные продукты и не проконтролировать, а что там, кто там намешал. Каждый человек там, особенно во время приготовления, что-то там намешает. Муки, другое там какое-то там вещество разрыхлителя, еще, еще, еще чего-то. Здесь все натуральное. Все сделано сами, все под нашим контролем. Выпили и довольны. И обязательно, Геннадий Петрович, запишу потом, в каких пропорциях, потому что я уйду с вашей программы и забуду. Здесь пропорция даже не настолько она важна. Главное, чтобы была проросшая пшеница. Вот, болгарский перчик. Можно здесь целый пучок петрушечки добавить. Творожка можно взять две пасечки, тогда он будет более такой густой. Вот, и меда уже по вкусу, там, одну столовую ложку, две столовые ложки, либо вообще ничего. Я с больших, вернее, я с разных продуктов делал, столько этих завтраков, как я их называю, выложил на целебной кулинарии. Так что, можете еще там посмотреть, там. Кстати, имбирь можно добавлять. И имбирь у нас был, да. Имбирь, знаете, когда будете добавлять, когда время будет холодное, сырое. И вот как раз начинается осень. Кстати, кстати, так как у нас еще немножечко осталось, и вот у нас имеется имбирь, как сказала Маша. Мы можем сейчас сюда добавить и с имбирьком сделать. Берем имбирь. Вот. Совсем чуть-чуть, надо? Да. Не перепутать. Не перепутать ничего. Вот. Мы его нарезаем. Так вот, нарезали. Так. Сюда добавили. Кстати, мы сюда можем добавить, вот у нас остался и перец этот, вроде бы как... Добавить перчинки. Перчинки, да, добавим. Ну, имбирь как раз остроты и добавляет. Лук, чеснок добавлять не рекомендую. Почему? Потому что потом вы эту штучку не отмоете. 22-й лунные шутки. Энергетика этих лунных шуток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. 23-й лунные шутки. Энергетика этих лунных шуток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате. А после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!